Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вы же знаете, в чем проблема. Проблема в самом доме. Дом с плохой репутацией. Застройщик Демидов парка ответил на вопросы журналистов. Алексей Смертин скрылся с места ДТП. Что теперь грозит футболисту? Известный блогер Илья Варламов внес Барнаульский дом в список самых уродливых зданий России. В Демидов парке очередная комиссия. Правда, теплее от нее жильцам исторической многоэтажки пока не стало. На этот раз инспекцию курировал Новоалтайск, а нашу съемочную группу пригласил на осмотр сам застройщик Владимир Шрамко. Человек, получить комментарий которого практически нереально. Согласен ли он с обвинениями в его адрес и что выявила вторая комиссия, расскажет Анастасия Драган. С такого приговора и начался осмотр Демидов парка, уже второй за пару недель. Руководитель МУП тепловой сети, который вынужденно взял котельную проблемного дома, категорично заявляет, для тепла нужно сначала утеплить квартиры. Насколько я знаю, там 5 градусов добавилось. На улице теплее, и здесь получается теплее, а теплее я не ощущаю. С начала зимы жильцы Демидов парка, все 11 семей, воют от холода. Остальные сотни от недовольства. Они даже заехать не рискуют. Не так давно шума надела проверка Минстроя, зафиксировав почти 0 градусов в комнатах. Эту комиссию организуют уже с участием застройщика. Нашу компанию он даже пригласил лично. А еще специалистов, чьим показаниям тепловизоров удивлялись другие эксперты. А вот 2 градуса, показываю тепла, как тут может быть. Здесь в МОПе тепло. Как правильно, если в квартире холоднее, вот видите, темный цвет. Соответственно, температура чуть ниже, на 1-2 градуса. Темный цвет – это холод, идущий от ледяных квартир. Сколько их, кстати, неизвестно. А значит, неясно, все ли балконы закрыты. Это, по мнению застройщика, и есть одна из причин мерзлоты. Я думаю, что закрыть дверь на балконе для собственника сегодня не требует никаких финансовых затрат. Дом утеплен, это раз. И данный утеплитель делали строители со стажем. Второй дом прошел приемку. Вот эти все стыки. Минус 1,6. Ну, даже просвет, если внимательно посмотреть, вон они дыры светятся. Вот прям они, где свечок, прям дыра сквозная. Что именно все-таки придется сделать и коммунальщикам, и застройщику, и МУПу для разогрева дома, комиссия зложит в рекомендациях. Сейчас в первую очередь надо, чтобы была нормализована поставка теплоносителя от котельной. Провести относительную регулировку, чтобы все-таки в доме начала функционировать нормально. Сама вот эта вот, скажем так, сам тепловой контур. Кстати, в МУПе уже подсчитывают убытки. Ведь если дать дому большую температуру, сотни гикокалорий уйдут на прогрев улицы, и собственникам придется выкладывать круглую сумму затопления. А пока квартиры пустые, счета вряд ли кто-то оплатит. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком. Барнаул снова прославился на всю страну. И не по самому хорошему поводу. Известный блогер и специалист по городской среде Илья Варламов опубликовал личный рейтинг 100 самых уродливых зданий России. Среди них оказался и жилой комплекс в Барнауле на проспекте Красноармейска. О том, насколько барнаульские архитекторы и жители города согласны с критикой Варламова, выяснял Илья Кочетков. Давайте на секундочку быстренько перенесемся в Барнаул. Не будем на этом останавливаться. Это очень странные дома, которые стоят в Барнауле на Красноармейском проспекте. 92 место из 100 между зданием окружного суда Югры и отелем в Челябинске. Известный критик плохой архитектуры Илья Варламов поставил наши дома рядом с худшими образцами Российской Федерации. Мы решили узнать у горожан и гостей города, а как они относятся к этим строениям. Я не скажу, что они уродливые, но они красивые. Все. Если покрасить будет хорошо. Не знаю, мне просто не нравится эта угловатость, поэтому я соглашусь. Красивое, особенное. Конечно, оно выделяется на фоне других зданий, которые в нашем городе есть. Но, тем не менее, назвать уродливым, думаю, не стоило. Оно, может быть, по-своему как-то интересно, но ни в коем случае не уродливо. Автор проекта, архитектор Владимир Золотов, к сожалению, отказался комментировать эту новость на камеру. Но было заметно, что новостью он не очень доволен. Он добавил в личном разговоре, что в свое время, в 90-е годы, эти же здания входили в рейтинг самых красивых зданий страны. Брандургский архитектор Иван Быков говорит, в рейтинге Варламова и правда много откровенно некрасивых строений. Но нельзя считать его полностью объективным. В списке здания преимущественно 2000-х годов и позже, а дома на Красноармейском – родом из 90-х. В это время российские архитекторы освободились от советских условностей и начали экспериментировать. Началась свобода, то есть свобода выбора архитектурных решений, планировочных и выбора материала. Даже можно сказать, что и в советское это время была типовая застройка. Мы старались в серии как-то привнести какие-то свои изюминки и качества. И вот когда рынок стал открытым, я думаю, что даже каждый заказчик старался выделиться. Так что свечки на Красноармейском – это скорее образцы особой, не идеальной, но своеобразной архитектуры своего времени. Даже у нас в Барнауле, уверен Быков, можно найти другие, более достойные звания уродливых зданий. Что касается самого рейтинга, то он, по мнению архитектора, мог быть полезнее, если бы совмещал плохие примеры с хорошими, достойными образцами. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Экс-капитану сборной России по футболу Алексею Смертину грозит лишение водительских прав. Футболист покинул место ДТП. Об этом сообщают федеральные СМИ. На этих кадрах видно, как Смертин, выезжая со двора, помял автомобиль соседа. Смертин не стал дожидаться хозяина машины и написал ему СМС с обещанием возместить все расходы. Хотя по закону это оставление места ДТП. Оказалось, что поврежденный автомобиль находится в литинге и автосервис выставил счет в 300 тысяч рублей. Сейчас Смертина могут отправить под арест на 15 суток или лишить прав на полтора года. Поликлиники Алтайского края перешли на новый режим работы. Теперь для удобства пациентов прием ведется и в вечерние часы, и в выходные. Мы решили проверить, удобно ли это на самом деле, расскажет Полина Жданова. Теперь пациентам не нужно отпрашиваться с работы. Практически во всех поликлиниках края врачи принимают во вторую смену. Попасть на прием к терапевту по новым стандартам можно с 8 утра до 8 вечера. Некоторые поликлиники работают и в выходные дни. Действительно ли это работает, мы проверили, пообщавшись с пациентами одной из барнаульских поликлиник. Ну раньше очередя были, сейчас приходишь вообще ничего нет. Очередей нет и все быстро. Ну по записи я как надо попадаю. А как долго ждете талон средний? Да собственно я выбираю сама, когда мне удобно и все, день. А так не сложно, мне кажется. Я не могу вам сказать, изменилась что нет или нет, но я здесь смотрю, здесь никогда много народу нет. Но довольными остались не все. Как отмечают барнаульцы, есть поликлиники, где врачей по-прежнему не хватает и даже удобный график не спасает положение. Историями о больничных злоключениях пользователи делятся в соцсетях. У меня заболел бок в районе печени. Я смог записаться к терапевту только через 10 дней. Отправили сдавать анализы. На повторный прием к терапевту записали через полторы недели. Когда появился снова, отправили на другие анализы. Потом еще. Так я с октября хожу к терапевту, не зная что со мной. Детская поликлиника. Запись по телефону с 7.30. Начинаю набирать номер ровно в 7.30. 12 минут беспрерывного дозвона. Ура! В 7.42 трубку берут. Прошу записать к кардиологу. На том конце провода. Ну, талонов уже нет. Надо было с 7.30 звонить. Черт! А я что делала? Вообще-то мало взять талон. Еще надо прорваться к врачу среди тех, кто с нулевым талоном и просто спросить. Больше всего жалоб приходится на детские медучреждения. Во взрослых ситуация лучше. Им уделяется больше внимания. Там, как сообщили нам в Минздраве, обязаны выдавать талон к терапевту день в день. А ждать приема узкого специалиста пациент не должен больше двух недель. Следят за исполнением правил с помощью тайного пациента и онлайн-мониторинга. Мы обзваниваем поликлиники. То есть мы распределили лечебные учреждения. Поликлиники обзваниваем. Могу вам продемонстрировать. Вот буквально последняя пятничная у нас запись. Вот мы записывались на прием. То есть дальше уже выводы соответствующие. Пока все нововведения системы носят тестовый характер. На полную перестройку нужно больше времени. В Минздраве рассказали, что врачи на новый график пока не жалуются. Правда, специалистов для полной ликвидации очередей все равно не хватает. Необходимо пополнять штат. В Минздраве рассчитывают на выпускников медицинского университета. Только тогда разработанная система будет работать четко. А это мы проверим в следующем году в рамках очередного визита в поликлинику. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. 2019 год. Год начала реализации нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства. Представители власти, крупного бизнеса и те, кто только начинает свой путь на рынке, встречались в этом году уже неоднократно. А накануне состоялась еще одна конференция. На этот раз говорили о развитии сельского хозяйства, инструментах финансовой поддержки бизнеса и о том, как участвовать и побеждать в госзакупках. Сразу несколько круглых столов. Участники – предприниматели со своими проектами, которые требуют инвестиций. Как их получить, рассказали на конференции. А именно о доступных финансовых инструментах, льготных кредитах, продуктах банка МСП и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство мы активно поддерживаем всеми инструментами, которые у нас есть. Сегодня у них шанс расширить свой кругозор, напрямую задать вопросы не только нам, как этому одному окну для бизнеса, которое мы сейчас создаем в рамках центра «Мой бизнес», но и федеральной структуре, которая обязана все варианты поддержки сегодня рассказать. Федеральная структура – это корпорация МСП. Одно из важных направлений, с которым она работает – это финансово-кредитная поддержка. На круглый стол пришли предприниматели, которые заинтересованы в развитии своих проектов, в том числе и инвестиционных. Они смогли задать вопросы и получить профессиональные ответы о тех возможностях, которые есть у корпорации и фонда для финансовой поддержки. Рассказали предпринимателям Алтайского края о тех возможностях, которые они имеют, если обратятся в корпорацию за привлечением кредитных ресурсов, за привлечением гарантийной поддержки, поручительства, если у них будет необходимость приобретения оборудования в лизинг, каким образом правильно взаимодействовать с региональными лизинговыми компаниями. Кроме того, в рамках круглых столов обсудили, как участвовать в закупках с крупным заказчиком. Для этого на обсуждение пригласили представителей федеральных компаний. Такой открытый формат планируют сделать традиционным. Андрей Дриера, Николай Шилко. День с толком. Сертификат на 3 миллиона рублей получил Алтайский краевой перинатальный центр «ДАР». Такой подарок предоставил Банк ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез». Что планируют приобрести на эти деньги, узнала Полина Штанова. «Мир без слез» – благотворительная программа от Банка ВТБ. Она направлена на помощь детским медучреждениям. Проект существует 16 лет и за это время охватил 52 региона, в том числе и Алтайский край. За период существования на оборудование, расходные материалы и лекарства для детей банк потратил больше 400 миллионов рублей. Сумма наша увеличилась вдвое. Если ранее она составляла полтора миллиона рублей, то на сегодня она уже достигла трех. На этом, естественно, мы не останавливаемся, двигаемся дальше. Хотим повышать качество тех услуг медицинских, которые требуются нашему младшему населению для их, так сказать, выздоровления и правильной полноценной жизни. Для перинатального центра «ДАР» эти деньги – возможность сохранить здоровье большему количеству недоношенных новорожденных. Уже начались торги на закупку специального УЗИ-аппарата для исследований головного мозга младенцев весом от 500 граммов. Данное обследование позволит нам прогнозировать какие-то осложнения, связанные с недоношенностью, корректировать терапию, направленную на сохранение максимально неврологического здоровья недоношенных детей. Барнаул уже участвовал в программе «Мир без слез». Первым подарком стала открытая реанимационная система детской городской больницы номер 7. Кстати, чтобы получить помощь, больницы оставляют адресные заявки, поэтому благотворительная программа, скорее всего, поможет барнаульским детям еще не один раз. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. Футбольные дивизионы Сибири и Дальнего Востока расформируют. Зона Восток полностью прекращает свое существование. Со следующего сезона наши футболисты будут играть с клубами Урала и Приволжья. Какая судьба теперь ждет барнаульская «Динамо» узнаем прямо сейчас. Сразу скажем, причины для реформирования были. Уже несколько лет в нашей зоне «Восток» выступают всего шесть команд, которые играют между собой по четыре раза. При этом победитель чемпионата отказывается от повышения в классе из-за финансовых трудностей. По сути, нет никаких турнирных задач. Естественно, это не радует болельщиков. Зрителей все меньше, констатируют эксперты, ведь такой футбол им наскучил. Нет запала и у игроков. Для футболистов это очень тяжело, когда 10 игр играешь, полгода отдыхаешь, 10 игр играешь, потом отдыхаешь. Футболисты будут расти, болельщикам будет интересно. Конечно, это благо, безусловно. Шесть команд, вот где убийство футбола. Теперь вместо шести команд планируют 16. Клубы Сибири и Дальнего Востока будут играть с Уралом и Приволжьем. Есть надежда, что новые имена и соперники подстегнут зрительский интерес. Эксперты от футбола давно говорят, что мы топтались на месте. Томск и Новосибирск, они уже нас опережают. Раньше мы их опережали в подготовке молодых футболистов. Сейчас они нас. Поэтому в нашу сторону и смотрят из западной части. Когда говорят, а откуда они? Да, Сибирь. Где 20 игр всего за сезон? 20 игр они не успевают ни наиграться, ни получить, допустим, нужную практику. Не поправить свое мастерство, не улучшить его. Многое будет зависеть от игры и результатов, но важна и финансовая составляющая. В этом сезоне бюджет клуба составил 38 миллионов рублей. На стадионе провели обновления. Новый вход с колоннами, видеоэкран, легкотлетические дорожки. Теперь придется найти несколько миллионов еще и на выездные игры, которых станет больше. Та ситуация, которая была раньше, она, наверное, никого не устраивала. Поэтому все же здесь для нас шанс стать наконец-то зрелищной командой и результативной командой. До этого все ситуации закрывало правительство и региональный Минспорт. Очевидно, что дополнительные затраты понадобятся, но это общая ответственность и Минспорта, и Федерации, и клуба. В «Динамо» надеются, что новый формат придаст импульс развитию алтайского футбола и повысит интерес зрителей. Большинство клубов ПФЛ ждут еще одного здравого решения. Переходы на календарь весна-осень, чтобы убрать летнюю паузу и прекратить игры в апреле и ноябре, когда в Сибири еще лежит снег. Может быть, это удобно, там Синитово, может быть, Спартакул. Больше половины команд в России закончила вторая лига с этим форматом. Однако пока предложения остаются на уровне разговоров, поэтому конец этого сезона футболисты все-таки доиграют в апреле и мае, а летом уйдут в длительный отпуск. Татьяна Голубева, Александр Захаров, Андрей Печеркин, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.